доброе утро дорогие друзья доброе весеннее утро на радио медиа метрикс в программе бизнес завтрак с романом дусенко за прошедший год мы с вами в протяжении вот этого периода времени постоянно изучаем вопросы управления эффективностью эффективность предпринимателя эффективность человека эффективность целом компании но в целом мы говорим о том что нам из нас интересует эффективность управления людьми ведь компания из одного человека это компания одного человека мы говорим о людях коллективе и очень важный момент что мне кажется вообще на самом деле величайшим изобретением человечества является не изобретение колеса а создание и умение людей работать в группе что такое работа в группе это коллектив эта команда этому посвящена огромное количество информации которая заваливает нас буквально в последнее время из бизнес-литературы, со сцен разными спикерами, тренерами и так далее, и так далее, и так далее. Но глубина процесса присутствует в том, что необходимо создание определенной экосреды, начиная с Энтона Мэйо, который провел хот-торнский эксперимент, где вы помните, он посадил нескольких швей в одно место для того, чтобы между ними возникло взаимодействие. Это глубинные истории менеджмента, мы идем туда, плюс еще, конечно же, изучение различных психологов, психоневрологов и так далее, и так далее, и так далее. Как же выстраиваться взаимоотношения людей в группе? Это очень важно. И подходя к этому вопросу, HR-директора нащупывают пути, создают некую экосреду. Экосреду в компании, которая позволяет каждому человеку чувствовать себя элементом общего, каждому человеку вкладывать частицу себя. Сегодня, например, я тоже буду выступать на форуме контакт-центров, рассказывая об управлении, основанной на ценностях, на общих ценностях всего коллектива. Однажды, на прошлой неделе, я проводил интервью с одной очень интересной женщиной, которая непосредственно относится к вообще предпринимательской деятельности в России. Мы потом, может быть, отдельно сделаем передачу, но мы с ней в процессе нашего разговора и изучения этого вопроса подошли к пониманию, что на самом деле создание корпоративной среды внутри компании ничем не отличается от создания корпоративной среды или специальной атмосферы в России и вообще в целом. Для того, чтобы инициировать вообще создание предпринимательства. Ведь если мы говорим о том, что корпоративная среда в компании помогает человеку быть эффективной, корпоративная среда в целом, корпоративная культура предпринимательства помогает нам воспитывать тот самый замечательный слой самостоятельных людей, берущих на себя ответственность предпринимателей. И именно сегодня у нас с вами специальный гость нашей студии Егор Явланников, руководитель закрытого клуба Эквиум, инициативы Рыбаков Фонда. Мы с Егором сегодня попытаемся изучить тему, а как же влияние одного человека на группу людей или группы людей на другую группу людей помогает предпринимателям, а, становиться более серьезными, более успешными и достигать лучших результатов. А самое главное, как мне очень понравилось, о том, что вы сказали мне в самом начале, влияя даже точечно на одного человека, в целом мы можем влиять на всю страну. Давайте об этом сегодня поговорим. Егор, доброе утро. Доброе утро всем. Да. Может быть, тогда давайте еще раз пройдемся, как же влияя на одного человека может достучаться до всех? Есть такая теория, что общество делится на три уровня. Первый уровень – это лидеры, потом это проактивные люди и так называемые массы. Все по-своему прекрасны, замечательны, но влияя на один процент таких, либо, можно сказать, лидеров, мы можем через них влиять на проактивных людей, которые следят за ними, и все остальное пойдет по принципу рефлексии. Таким образом, можно закладывать очень правильные вещи, идеологии, мысли и майндсеты в большие такие общественные структуры. Прекрасно. То есть, по большому счету, вы обладаете некой технологией и знанием, как сделать мир лучше. Ну, так, если абстрагировано. На сегодняшний день, ну, можно так сказать. Мы, безусловно, сделаем фокус на предпринимательстве, но, уважаемые господа, собственники, предприниматели и люди, которые имеют отношение к управлению государством, возможно, это тоже будет хорошим инструментом для того, чтобы воспользоваться. Итак, как влияя на один процент лидеров, кто такие эти лидеры? Как на них влиять для того, чтобы достучаться, чтобы кипение распространилось по всей кастрюле? Наверное, надо начать с того, что этих людей надо найти и правильно собрать в одном месте так, чтобы им было комфортно, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. В рамках вашего клуба что такое лидер для вас? Вообще, наш клуб полностью называется как закрытый клуб для хай-импакт предпринимателей. Наверное, можно начать с определения... Что такое хай-импакт, да? Что такое хай-импакт. Вообще, на русский язык это переводится как высокое влияние, но в русском языке слово влияние носит такой немножко негативный оттенок, потому что, ну, в общем, так исторически сложилось, на мой взгляд, я думаю, вы с этим согласитесь. Оно пришло, в принципе, из Америки, и это уже устоявшийся термин. Мы закладываем в понятие слово хай-импакт ментальную установку человека, то, как он относится к коллективу, то, как он относится к бизнесу, это то, как человек воспринимает свою деятельность в целом. То есть, это не просто бизнесмен, который делает бизнес ради денег, это тот человек, который понимает, какая на нем лежит ответственность. Ответственность за жизнь своего коллектива, ответственность за жизнь и состояние счастья своих клиентов. И в целом он понимает, что его бизнес в какой-то момент может стать поистине хай-импакт, а импакт может заключаться в глобальном смысле. Это влияние на ОВП, это создание рабочих мест, это изменение инфраструктуры региона. — Что это за человек? Каким он должен быть? — В нашем случае мы отбираем так называемые self-made предприниматели. Это в хорошем смысле маньяки бизнеса, это те люди, которые живут своим делом. Это большое удовольствие наблюдать за тем, как меняется тип бизнесменов. Сейчас люди, они искренне, открытые, они очень человечные. Это не те люди, которые вошли в бизнес благодаря успеху и удаче, то, что они оказались в нужном месте в нужное время. Это те люди, которые придумали продукт и сделали его ценным, и этот продукт стал нужен большому количеству людей. То есть, это те люди, которые по-настоящему профессионалы и по-настоящему искренне и открыто делают свое дело, исходя из максимальной ценности для своих клиентов, для своей команды, и получают от этого несказанное удовольствие. — Егор, а вот немного вернувшись к тому, что в чем же миссия клуба? Зачем вообще все это вы задумали, затеяли? — Вообще миссия клуба — это создание комфортной экосистемы поддержки предпринимательства в целом. Это формирование ролевых моделей. То есть, мы четко верим, что мы сможем создать и вырастить, и показать всей стране и миру своих Илонов, Масков, Цукербергов, тех людей, кто сможет вдохновить молодое поколение на то, что имеет смысл встать с печи и идти что-то делать. — Окей, у нас есть лидер, допустим, да? Вы его каким-то образом, селективно, методом общения, промоушн своего клуба находите. А зона, на которую он влияет, это что? Это вся Россия, это те участники вашего клуба тоже, какого-то более, ну как бы так сказать, менее успешные на данный момент. Кто это? На кого они влияют? — На сегодняшний день у нас сформированы разные группы. Как правило, они формируются по принципу единого оборота, ну единого уровня оборота, потому что уровень проблем и задач, которые решаются на тех или иных… — Мы меряем деньгами. — Да, мы меряем деньгами на сегодняшний день, потому что, ну деньги – это для нас показатель тех бизнес-задач, которые ставит перед собой предприниматель. Исходя из этого, мы можем более эффективно подобрать те инструменты, которые обеспечат кратный рост, например. На кого влияют предприниматели, да, вопрос? Опять-таки, исходя из оборота, существуют разные уровни. То есть мы выстраиваем систему от high potential человека, человека с высоким потенциалом, который очень правильно ментально настроен на будущее. — Я правильно понимаю, что вы сейчас говорите именно о тех, на кого влияет? То есть человек, на которого влияет, у него тоже должен быть высокий потенциал. — Нет-нет-нет, я говорю о тех, кто влияет. — Именно вот эти вот лидеры, высокопотенциальные лидеры. — Да, то есть начинается всё с того, что идёт плавный переход от high potential человека, от человека с высоким потенциалом, к человеку с высоким влиянием. То есть от high potential – high import. — То есть он предприниматель, он успешный предприниматель в какой-то сфере. И потом у него добавляется некая роль вещателя или ментора какого-то, который позволяет ему рассказывать о том, как он пришёл к этому, что его драйвит каждый день. — В том числе. Но идёт плавный переход такой. От человека, который был с высоким потенциалом, он начал делать, у него стало получаться, он создал бизнес. Этот бизнес начал нести ценность. Во-первых, если это high import, то есть это ценность для его команды. Он понимает, что это ответственность за жизнь тех людей, с кем он работает. Во-вторых, это ценности повышения уровня части своих клиентов. То есть это либо в B2B сегменте или в B2C. Но суть того, что его продукт, который он даёт на рынок, он повышает уровень части людей. И после этого человек на каком-то уровне… И тут вот на этом этапе предприниматели, вот такие вот, да, селфмейты, они очень сильно погружены в операционку. И они готовы служить обществу через создание бизнеса. И его масштабирование делает его больше, больше, больше. У них нет времени на социальную активность, у них нет времени… — То есть их социальная активность — успешный бизнес. — Успешный бизнес, который очень грамотно построен, исходя из экологичных взглядов, с правильными целями и с грамотной миссией. И на каком-то этапе, при отбивке, да, там несколько миллиардов или, может быть, больше, зависит от бизнеса, человек уже может выйти из операционного управления и заниматься стратегией. Например, он может стать наставником. Он может… Это уже называется такой этап «гивбэк», когда человек готов отдавать. — По опыту себя, имея 20-летний опыт корпоративной карьеры, люди, которые переходят в совет директоров из операционного менеджмента, это уже люди, которые очень много всего добились. Я помню, как-то был один раз встреча с основателем МВидео, и вот он до последнего держал руку на пульсе, сыну своему не передавал вот эту вот возможность управления. Не так легко отпустить и перейти в борту в директорс, да, это интересно, но я думаю, что это лет 5-10, не меньше. — Однозначно. — Вообще, и бизнес – это игра в долгую. — Однозначно. — Вот что происходит, как живёт ваш клуб? Какие вот происходят там события, что вот… Ну, хорошо, вот этот высокоэффективный лидер, да, почему он захочет к вам прийти? Ну, у него и так же всё хорошо. — В принципе, на сегодняшний день какие существуют инструменты развития личностного или профессионального? Можно пойти на MBA, можно заниматься самообразованием, почитать книжки, посмотреть какие-то обучающие видео, либо какие-то выступления. Если это бизнес-задача, наверное, можно обратиться к консультантам. Есть ещё коучи. Ну, в принципе, вот и… — Весь набор. — Весь набор, ну, по большому счёту. — Наш клуб, наше сообщество основано на ценностях передачи бизнес-опыт. То есть, на наш взгляд, один из самых эффективных инструментов развития — это бизнес-опыт. Это либо решённые задачи, либо провалы, что тоже является опытом. И мы выстраиваем комфортную инфраструктуру для того, чтобы наши участники могли этим опытом грамотно делиться друг с другом. То есть, существует встреча в формате как раз советов директоров. Это там от 6 до 10 человек. По определённой методике люди делятся своими задачами. И оппоненты помогают на основании своего бизнес-опыта эти задачи решить, предлагая какие-то кейсы. — Егор, смотрите, правильно я понял, что есть определённый пул высокопотенциальных предпринимателей. Они так или иначе ранжированы у вас там в какие-то группы, связанные по обороту. Ну, неважно, там X, 10X и 100X. И у них примерно, находясь в этой группе, одинаковые какие-то проблемы. Управленческие, операционные, HR-проблемы, возможно. И вот возникающая проблема, они инициируют, там у меня есть проблема. И вот все те, кто входит в эту группу, они как бы готовы поддержать и сделать некий брейнсторм, который позволяет им обсудить, как они решили. Или наоборот, более высок. Вот с X разговаривают 10X, 10X разговаривают 100X. Какие? У нас есть, во-первых, мы не решаем проблемы. Вот это важно. И у нас в России не очень принято слово «проблема». Ну, вот так вот повелось, да, потому что если человек проблема, он какой-то не такой. Мы, по большому счёту, решаем задачи. Мы не решатели проблем. Мы для тех людей, кто растёт на растущем рынке и с правильных ментальных установок, с правильными целями. И он настолько круто это делает, что он не понимает, каким сделать следующий шаг для того, чтобы не расплескать воду, которую он несёт. И есть разные механики. Вот если X, как вы сказали, с X, это вот групповые встречи. X и 10X – это сообщество наставников, менторов, экспертов. Это уже как раз о стратегии, да? Которые поддерживают нас. И, соответственно, все задачи по разному, разными способами решаются. Кстати, возможно, нашим радиослушателям будет интересно такое мнение о дифференциации понятия «проблема» и понятия «задача». Так как я постоянно занимаюсь консультированием руководителей с точки зрения эффективности управления людьми, мы с ними обсуждаем теорию. И вот теория управления с точки зрения постановки задачи или постановки проблемы. Когда возникает задача, ты понимаешь примерный результат и ты понимаешь примерный срок её решения. Потому что задача – это известный результат. И ты говоришь сотруднику, так, к какому числу будет такая-то решена задача. И получаешь разумный ответ. Но возникает проблема, когда неясно, какой должен быть результат, каким образом её решать и в какой срок. И тогда здесь уже начинается действительно творчество. Вот по этому проблемам, на мой взгляд, они больше помогают в решении творчества, развитии творческого потенциала, нежели задачи. Отлично. Это ваша инициатива. Она работает только в Москве сегодня? На сегодняшний день в рамках пилотного этапа, который длится около года, мы плотно работаем в Москве, плюс ведём переговоры где-то с 5-6 регионами. Это и Алтай, и Сибирь, и Юг России, в том числе были в Санкт-Петербурге. Соответственно, происходят зачаточные такие шаги формирования сообществ. По большому счёту мы являемся клубом для предпринимателей, который организуется самими предпринимателями. То есть самоорганизующиеся? Да, исключительно. Только такие системы, на наш взгляд, способны в долгую работать, как вы сказали. То есть есть inspiration, когда человека можно вовлечь во что-то, он такой зажёгся, глаза загорелись, ух ты, классно тут ребята. Но когда ты это делаешь, например, делает какой-то человек третий, не из тусовки, и говорит им, что делает, для предпринимателя это опасно. А если предприниматель сам выступил автором, создал вокруг себя сообщества таких же, как он, интересующихся людей, мы выступаем в данной инициативе секретариатом неким. То есть, по большому счёту, управление стратегическое в какой-то момент, в ближайшем будущем будет передано в руки совета клуба, который будет состоять исключительно из резидентов. Прекрасно. То есть человек, имеющий бизнес, находящийся в вашем закрытом клубе, получает в свой борт, в директор, с независимых директоров, других участников этого клуба, которые позволяют с разных сторон посмотреть на ведение его бизнеса. По большому счёту, так. Давайте ещё раз, вот прямо окончательно чётко. Что позволяет сделать ваш клуб в интересах предпринимателя? Какие задачи мы решаем? Почему к нам идут? Можно так перефразировать. У нас, в принципе, идеология социальных связей. То, что связанность ярких индивидуальностей может сделать поистине великие вещи в рамках планеты целой, вселенной. И какие существуют проблемы, вот как-то называемые, или задачи у предпринимателей? Во-первых, это фокус-группа, с которой человек общается постоянно, ограничивается, как правило, топ-менеджерами, либо семьёй. И человек пытается привнести в свою жизнь поток новых мыслей, каких-то взглядов. То есть он хочет окружить себя сообществом людей, таких же, как он, которые вот… Вы мне говорили, как раз за этим отчасти идут на MBA, чтобы получить это сообщество. Но только другие задачи приходится решать, чтобы добраться до этого сообщества. Совершенно верно. Но в нашем случае, в отличие от MBA, мы огромное внимание уделяем формированию вот этих маленьких групп. Зачем человеку кратный рост? Это ключевой вопрос. Зачем человек вообще бизнесом делает? И если посадить человека, которому бизнес достался в наследство, и он сидит на гостендерах, и у него оборот миллиард, и рядом с ним сидит человек, который бизнес делал с нуля, делал это 10 лет, не спал ночами, и у него тоже оборот миллиард, и они будут решать свои какие-то операционные задачи, они не найдут общий язык. А такие ситуации могут случаться на MBA, и вот тут не получится… То есть должна быть единая какая-то культура, да? Культура, это вот этому и посвящен, в принципе, процесс отбора в клуб. То есть мы не хотим выглядеть какими-то такими людьми, кто кого-то оценивает. Наша задача после вот этой методики сформировать правильные взаимодействия между людьми, чтобы это дало результат как можно быстрее. Мы заявили передачу, к основному теме передачи, как «Эффективность предпринимателя». Вам, наверное, удалось посетить несколько этих ваших совещаний, ваших предпринимателей, общались в процессе отбора с интересными людьми. Какие бы характерные черты вы бы могли агрегированно выбрать, что такое на сегодняшний день это успешный, эффективный предприниматель? Это уникальная возможность, которую мне предоставил Рыбаков фонд, принимать участие в таком прекрасном процессе. Я общаюсь с огромным количеством предпринимателей и менторов проекта, а это предприниматели уже очень высокого полета. И участниками нашего клуба это те люди, кто вырастет очень скоро. Я прям в этом не сомневаюсь. И, наверное, всех отличает проактивность, всех отличает жизнерадостность, всех отличает, всех объединяет или отличает, даже вот тут непонятно, как лучше сказать, честность во взгляде на то, что они делают каждый день. То есть они делают не потому, что надо, а потому, что то или иное действие придет к результату. Даже когда ты был неправ раньше, и это надо признать. И, как правило, это является одним из ключевых таких аспектов эффективности предпринимателя, когда ты честен самим собой. Когда у предпринимателя возникает момент, он устает, или таким образом проблемы и задачи наваливаются у него, что теряется мотивация. Может ли ваш клуб помочь человеку обрести вновь желание двигаться вперед? Однозначно. Были ли какие-то интересные примеры, может быть, на вашем опыте? Часто очень приходят прекрасные бизнесмены на интервью первое и говорят, ребят, я так устал, я вообще не знаю, что делать. Я вот стеклянный потолок, вот прям уперся, не могу понять, что делать. Вот бизнес растёт, всё растёт, а вот руки опускаются. И, наверное, вот такие социальные инструменты действительно эффективны, потому что ты приходишь, и на самом деле, как можно изменить другого человека, изменить поведение другого человека, как это повлияет? Мне кажется, чуть ли не единственный способ – это быть примером. И когда ты заходишь в комнату и видишь ребят твоего возраста, ты думаешь, блин, а что я руки-то опускаю? Вон они какие живые, вон они куда идут. У тебя сколько оборотов? 500 миллионов, слушай, у меня 200, у меня есть куда расти, у меня есть что делать. Сколько у тебя человек в компании? 200, а у меня 150. И вот таким образом человек пробуждается. Мне всё нравится в том, что вы говорите. Единственное, что я бы немного добавил, я-то понимаю, что, наверное, не только это главное, потому что в этом смысле это будет напоминать некий известный российский акселератор для молодости, который заинтересован только в пушине людей, там деньги, 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 у тебя сколько, 400? Да ты лох, если у тебя не миллион, да, там, давай миллион. У людей возникает потом фрустрация и проблема. Я думаю, что здесь речь не об этом. Я просто уже с точки зрения замыленного взгляда вот общаюсь с деньгами, да, вот с такими суммами. Мне очень понравился ваш вывод о возможности изменения поведения. Так как я эту тему немножко глубоко знаю, я бы хотел вот о чём сказать, что на самом деле поведение человека – это некая верхушка айсберга. Внутри, то есть, что является следом, на поведение определяет образ мыслей, убеждения и ценности. Базовые ценности человека. Ценности – это такие, знаете, компас пожизненный, ну, не знаю, там, вечный компас, который направляет человека в той или иной роли, как ему правильно поступать. Так вот, для того, чтобы изменить поведение, почему мы, я сегодня сказал о том, что есть некая система, позволяющая управлять на основе общих ценностей. Когда мы говорим, что влиять на поведение невозможно, можно влиять лишь на убеждение и ценности, и через это можно попытаться сформировать желаемую модель поведения. Так вот, привнося общие ценности, мне очень понравилось, которые вы сказали, честность, жизнерадостность, проактивность, влияя вот и создавая эко-среду в рамках этого, если человек всё время это видит, если своим примером другие участники клуба показывают это, то рано или поздно человек проникается, начинает испытывать те же самые чувства, через это у него меняется убеждение, влияется поведение, и это отражается в том числе на людях. Мне очень понравилось то, что вы сказали, что для предпринимателей их бизнес и есть это социальный проект. А что бы вы порекомендовали вот в рамках имеющегося опыта? В тех городах наша страна огромна, и, возможно, будут смотреть её предприниматели из других городов или небольших совсем, а может быть и больших, но до которых вы ещё пока не смогли дотянуться. С чего им начать, чтобы создать нечто подобие вашего успешного проекта, а потом, может быть, вы могли бы к ним присоединиться? — С чего начать, чтобы создать похожее сообщество в каком-то регионе? — Похожее сообщество, да, да, да. Ну, во-первых, надо начать что-то делать. У меня есть такая теория, я её где-то услышал, но она очень классная. Для того, чтобы вообще сделать бизнес, надо начать делать хоть как-то, потом делать это регулярно, потом делать это точно, потом делать это сильно. И просто успех неизбежен. Чтобы создать сообщество, ну, это определённый, наверное, должен быть уровень внутренней мотивации, потому что это долгий процесс. — То есть должен ли быть лидер? Или это достаточно просто группы людей, которые заинтересованы в общении друг с другом на первом этапе? — Применимо к нам, например, да, мы как рассматриваем формирование региональных клубов Эквиум? Для того, чтобы запустить региональный клуб в любом городе, достаточно группы вот такой в 6-10 человек, которые определённым образом будут сформированы, люди должны подать заявку к нам на сайт, у нас свободная форма, подать заявку, как набирается 6-10 человек, главное, чтобы человек знал не больше двух людей из этой группы, в противном случае они могут сами просто встретиться, посидеть. После этого мы готовы предоставить им методику проведения групповых встреч, заняться подбором менторов и поддерживать их сообщество. То есть мы предоставляем такую офлайн-площадку, инфраструктуру для их взаимодействия. Вот, поэтому могу таким предпринимателям порекомендовать оставить заявку у нас на сайте. — Но личность человека, инициатора к этому клубу, это какой он должен быть? — Наверное, это так называемый лидер как раз, тот человек, который готов… — Которому небезразлично, да? — Тут очень важный аспект вообще создания и формирования чего-то ценного, это пройти этап вот этого вдохновения. То есть если ты знаешь, что это твое призвание, ты готов… Тут, наверное, идёт речь о бескорыстном служении людям, о том, что ты являешься вкладом в жизнь других людей. То есть это такой консильери в прямом смысле этого слова. — Это же абсолютно не про деньги, это именно про помощь другим. — Дело не в помощи, ещё помощь, да, я тоже слово не очень люблю, я люблю слово «поддержка». — Поддержка. Дело в том, что тут надо, после того, как ты пройдёшь период вдохновения, тем, что «ух, ты, я сейчас буду делать какую-то штуку здесь», понять, как это удержать и как это настроить после того, как это будет создано. — Прекрасно. — Это большая задача. — Егор, ваш центр как бизнес-проект, ну, его тоже можно оценить как бизнес-проект, не обязательно, мы говорим, что прибыль должна быть, имеет в себе, вот как вы сказали, некие обучающие методики, которые помогают предпринимателям становиться лучше. Расскажите, пожалуйста, как они формировались, что они в себе содержат и что они реально могут дать человеку или предпринимателям. — А насчёт обучающих методик, наверное, не совсем так. Обучающие методики у нас есть в фонде. — Методика проведения этих встреч, это же тоже некая информация. — Мы за основу брали методику проведения форума IPO, это методика проведения групповых встреч в Истеч, это закрытые клубы мировые для предпринимателей. Плюс по этой методике уже более 70 лет проводятся встречи в масонских сообществах. — Расскажите самые какие-нибудь, может быть, основные, ну, не все секреты, ну, хотя бы 2-3 секрета этой секретной методики. — Первый секрет секретной методики, потому что она является конфиденциальной, и всё, что внутри, оно остаётся внутри. — Внутри, да. — Это первый момент. Второй момент — отсутствие конфликта интересов людей, сидящих за одним столом. Третье — это предлагать решения и озвучивать какие-то суждения, основанные только на реальном опыте. То есть не предположения, не мысли, а опыт. — Я делал, имею право сказать. — Либо кто-то из моих близких, я чётко знаю, что вот так вот было, так работало, а так не работало. Вот здесь был фейл, вот здесь была победа, и вот так. И это ценно. — Очень важно, на мой взгляд, первое, что это всё, что будет сказано, остаётся внутри. Это создание некой такой безопасной среды, где люди раскрываются друг перед другом. И мне кажется, вот любой факт нарушения этого первого самого главного пункта, он будет подрывать основы клуба. И никто больше никогда не придёт, если вдруг кто-то, услышав про тебя, про твои задачи или проблемы, использовал их против тебя. На мой взгляд, это такая универсальная методика в человеческих отношениях. Ведь когда ты делишься с близким человеком на какой-то важной информации, а потом вдруг ты узнаёшь, что эта информация используется против тебя, и ты абсолютно прекращаешь общение с этим человеком. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, мне о перспективах. Что вы хотите в результате? — На ближайшие три года мы ставим цель стать самым эффективным бизнес-сообществом в России, потому что существуют разные клубы, существуют разные, в том числе и акселераторы, и какие-то такие инструменты развития. Но, на наш взгляд, если мы соберём людей на основании их ментальных установок, из-за чего они делают бизнес, как вы верно сказали, мы создадим нужную атмосферу, которая будет тех людей, кто может быть пока… В чём суть? То, что high-impact бизнес, он появляется на том этапе, когда твой бизнес создаёт тысячи рабочих мест, когда он является ощутимым вкладом в ВВП региона или страны. Но на сегодняшний день у ребят нет импакта такого в масштабах страны. Но когда мы говорим, ребята, вы уже high-impact, они говорят, слушай, я high-impact, я не могу делать низкоморальный какой-то поступок, я буду работать. — Уже определенная планка по ценностям. — Он уже себя назначил. То есть, он стремится к тому, чтобы high-impact стать. И наша задача — сформировать сообщество high-impact предпринимателей с правильными ментальными установками, ну, правильными, то есть экологичными, которые влияют на мир в лучшую сторону. И, в общем, через это мы сможем трансформировать экономику страны и улучшить благосостояние наших граждан. — Удивительная вещь, разговаривая сегодня о предпринимательстве в рамках вашего фонда, я слышу те же самые задачи, те же самые вопросы, которые задаёт себе любой генеральный директор, желающий создать успешную свою компанию. Ведь на самом деле мы давно уже перешли вот в рамках успешного бизнеса к понятию «руководитель подчинённый». Нет, это команда, команда единомышленников, где в этом случае руководитель влияет или выполняет роль вот этого влиятеля на людей, на команду, для того, чтобы подтянуть его к своим ценностям, к своей культуре. И в большинстве случаев корпоративные культуры крупных компаний, они во многом похожи. Я предполагаю, что рано или поздно корпоративные культуры крупных компаний, возможно, вот таких с бизнеса общих, так или иначе, они где-то начнут взаимодействовать друг с другом, взаимопроникать друг в друга, потому что ценности, которыми мы руководствуемся, они базовые. Я снова хотел бы в них сказать, это порядочность, это жизнедеятельность, то, что вы назвали, это честность, это социальная миссия через правильное ведение бизнеса, когда человек, ведя бизнес, уже в принципе ему некомфортно, и он уже не может делать какие-то антисоциальные, то есть платить деньги в серую, например, в конвертах, или там обманывать кого-то с точки зрения поставщиков. То есть мне кажется, это очень важная вещь. По большому счёту, рано или поздно, возможно, это в целом распространится и на всю нашу страну, и где-то мы, может быть, придём к выработке каких-то общероссийских ценностей предпринимательства как сообщества. А вот интересно, какое ваше отношение к предпринимательству женскому? Потому что сегодня, в последнее время, очень много говорят об этом. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то разница между женским предпринимательством и мужским предпринимательством? Тонкая тема такая, но у нас в рамках фонда есть даже целый проект, он называется «Про женщин». Это очень похожий проект на наш, это тоже сообщество женщин-бизнесменов. Успешно. Ну, тут немножко по-другому, там идёт речь о старте бизнеса. Помочь женщинам стартануть. Помочь женщинам начать, да. Кстати, в рамках нашего клуба у нас приходят дамы на интервью, и у нас есть и наставники женщины, то есть у нас там замечательная Светлана Баланова из IBS. И, в общем, я очень положительно отношусь к женскому предпринимательству. Я вообще, в принципе, наверное, не могу разделять одно от другого, потому что, ну, все мы люди. И сейчас время такое, когда яркие очень звёзды женщин зажигаются в мире бизнеса и в политике, и везде. И с огромным уважением отношусь к этому. Вы знаете, я знаком с Надьёй Черкасовой, она недавно представила индекс женской предпринимательской активности в России. И вы знаете, очень радует то, что тенденцией показано то, что предпринимательская активность женщин растёт. А, ну, зачастую мы просто иногда не задумываемся о том, насколько наш мир, наш с вами мужской мир, он, ну, держит количество руководителей женщин, CEO в мире очень небольшое, количество женщин в проекте тоже небольшое. Есть что добавить. Я вот вспомнил насчёт женского предпринимательства, как это сейчас меняется рынок. У нас в рамках фонда есть различные проекты поддержки и поддержки предпринимательства среди студентов, да, то есть как из студента вырастить предприниматель. Там студенты формируют какие-то кейсы, решают. И я был на одном из таких вот региональных этапов отбора. И очень много команд, которые состоят в основном из женщин. И как меняется, мне кажется, да, структура. То, что раньше в основном в университете, даже когда я учился, девочки, как правило, учатся хорошо на 4-5, а мальчики ничего не делают, тусуются, получают тройки, но обрастают комьюнити, которая позволяет им в дальнейшем, да, выстрелить. Нетворкинг, по-моему, да. И после окончания девочки очень умные, у них красный диплом, они идут работать в корпорацию, да, или в компанию. Да, и потом выстраивают себе какую-то корпоративную карьеру, но они не являются предпринимателями. А здесь получается заново, с самого начала. А сегодня получается именно потому, что есть возможность еще со студенческой скамьи участвовать в подобных проектах поддержки, да, там предпринимательства и предпринимательской активации ума, да, то есть как вырастить человек и предпринимателя, это правильно мозги ему настроить. Человек понимает, что это все просто, это возможно. Девушки начинают верить в себя, и уже с молодого возраста появляются такие интересные стартапы сейчас, с большими оборотами, которые мы видим, мне кажется, интересно очень будет. Егор, вы знаете, я невероятно рад тому, что мы сегодня поговорили о предпринимательском сообществе. Почему, на мой взгляд, это так важно? Вот я даже попытаюсь нарисовать ее для себя, я всегда во время своих эфиров рисую, и вот мы смеемся с нашими техническими специалистами, которые помогают нам в эфире, у нас всегда есть какой-то конспект нашей лекции. Итак, есть некие люди, которые являются лидерами, да, которые уже добились определенных успехов в бизнесе, и они готовы рассказывать, мотивировать и не влиять, а вдохновлять других людей. Таким образом, через вдохновление этих людей на людей, которые, ну, только начинают заниматься бизнесом, или подошли к определенной стадии развития своего бизнеса, такого, что им нужен как раз такой человек, их эффективность резко возрастает. То есть, мы можем сделать сегодня вывод, что эффективность предпринимателя зачастую зависит от воздействия на него группы других успешных предпринимателей или других лидеров предпринимателей, которые готовы отдавать свои знания, навыки и опыт. Да? Отвечу? Да. Дополни немножко. Давайте. На самом деле успех предпринимателя на 100% зависит от самого предпринимателя. Это само собой, да, само собой. А два, все проблемы, вот они у предпринимателя в голове. 95% проблем можно решить, поменяв… Внутренние ограничения. Внутренние ограничения, внутренний взгляд, парадигму восприятия вообще мира. А в смене парадигмы как раз могут помочь и поддержать его те люди, кто эту проблему уже решал, задачу, да, или и может посмотреть на эту задачу с такой высоты, с которой текущая задача покажется очень незначительной и скажет, ой, ну слушай, это же вообще не надо на это обращать внимание. Окей, тогда перефразируем, потому что очень важно поставить точку правильно. Так или иначе, каждый из нас, давайте тогда еще проще спустимся на бытовой уровень, каждый из нас решает в жизни какие-то проблемы, но проблемы наши, они не уникальные. Кто-то когда-то их уже решал. То есть тебе либо нужно почитать книгу, либо спросить того, кто как это решал. Мы идентифицируем, что развитие предпринимательства, предпринимателя самого, зачастую связано с некими ограничениями, которые возникают у него в голове. То есть он сам себе внутри ставит какие-то барьеры. Или, как мы говорим, стеклянный потолок, когда вроде как бы не видит. Так как предприниматели, это все-таки индивидуальный человек, он поэтому и стал предпринимателем, что он не хочет слушать чьи-то там управления, наказы. Он зачастую как раз и бьется в этих границах своих. И чтобы ему сделать следующий шаг, как раз и нужно влияние сообщества, таких же, как он, которые уже когда-то решали эту проблему. Или влияние еще другого, более сильного лидера, даже не влияние, а вдохновение, вот мне кажется, через создание некой среды, в которой этот предприниматель готов открыться, то есть безопасность, готов уважать тех людей, которые слушают, и порядочность, потому что это никогда не будет использоваться. И вы верите в то, что эта система будет работать. Да, уверен. Супер, отлично. Кто для вас является таким вдохновляющим человеком, который помогает вам ваши такие границы раздвигать? В течение моей жизни было много наставников, и сегодня мы очень много общаемся с Эдуардом Остробродом. Это вице-президент корпорации СЭЛа, одежда. Много общаемся с Игорем Владимировичем Рыбаковым. Он очень каждый, каждый разговор переворачивает вообще сознание сверхтормашками. Я надеюсь, мы его пригласим, может быть, в следующий раз, после того, как запустится клуб, мы, может быть, пригласим и сделаем совместную передачу. Я думаю, что у вас будет возможность лично познакомиться. Плюс Оскар Хартман тоже замечательный человек, прекрасный предприниматель, очень яркий, с очень правильными, очень-очень-очень видит всё насквозь. Но это отличает вообще птиц высокого полёта, что они… Так как вы, по сути, влияете на развитие этого проекта, ну или являетесь операционным его руководителем, для вас самого очень важно испытывать вот это вдохновение. Откуда вы его черпаете? Меня очень вдохновляют реальные результаты нашей работы. То есть помимо социальных механик у нас же есть возможность и за деятельностью нашего проекта следит сообщество инвесторов, экспертов, консультантов, сервисных компаний. Мы плотно общаемся с такими компаниями, как Google, там большая четвёрка, даже большая шестёрка. И когда в рамках взаимодействия внутри сообщества происходят реальные прорывы, инсайты, когда у человека вырастает оборот в четыре раза за три месяца, вот это действительно для меня является вдохновением. Меняет ли деньги людей? Вот были ли у вас случаи, когда предприниматели всё-таки, ну их уносило куда-то, и он переставал быть таким добрым, открытым, порядочным? Наверное, люди меняются неизбежно, и деньги могут выступить катализатором, да? Как человек изменится и в какую сторону, и только и всего. Спасибо большое. Егор, вот вы в самом начале своего пути, как и предприниматели, как и руководители. А какие самые смелые цели вы ставите для себя с точки зрения, вот как бы вы, куда бы хотели прийти с точки зрения своего развития, там, через 10 лет? У меня вообще есть такое внутреннее ощущение, что очень сильно меняется структура общества, очень сильно меняется конъюнктура рынка, бизнеса, и вообще вот система управления странами, то есть смываются границы. Что-то такое интересное происходит, и мы живем в удивительный век, и через 10 лет в привычных взглядах, как сейчас все устроено, даже сложно себе представить, но я точно верю, что лично я смогу стать вкладом в жизнь минимум, предположим, 10 тысяч людей, которые мне за это искренне скажут спасибо. И я сделаю это совершенно бескорыстно. Спасибо вам большое. И я бы хотел сказать в завершении нашей программы, мне всегда хотелось бы подвести итог. Уважаемые предприниматели, я сейчас обращаюсь к вам, уважаемые собственники, уважаемые генеральные директора, люди, которые добили своей жизнью уже больших успехов. От вас зависит успех тех, кто рядом. Если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете возможность поделиться своим секретом успеха, будучи в небольших городах, в российских городах, в больших городах, но когда вы знаете, что вокруг вас есть некое предпринимательское сообщество, придите к ним, поделитесь. Помогите другим предпринимателям разбить свой стеклянный потолок, упразднить свои ограничения за счет того, что общение в группе единомышленников, основанное на взаимном доверии, честности, уважении и порядочности, помогает всем вам стать лучше. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы его сосед тоже был лучше. В результате подъезд станет лучше и жить, фильм чище будет, хорошо. Так, по чуть-чуть мы сможем с вами сделать так, чтобы в нашей стране и предпринимательское сообщество, и предпринимательская среда была лучше. А в целом это все. Каждый предприниматель, он дает жизнь семьям, потому что он создает рабочие места. Ведь в этом наша глобальная суть. Как вы мне сказали, мне очень понравилось, что подобный клуб вашему в одной из латиноамериканских стран поднял ВВП на 1%. Мы будем надеяться на то, что каждый из нас на своем рабочем месте, на своем деле, который делает, выполняя эти ценности базовые, помогает другим развиваться, становиться лучше. Егор, огромное вам спасибо за сегодняшний утренний эфир. Мне было очень интересно. Я надеюсь, то дело, которое вы делаете, оно действительно будет полезным. Большое спасибо. Мне тоже было приятно принять участие в замечательной такой передаче. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok